Всем привет! Вы на канале Анастасия Винтаж и мы с вами сейчас направляемся на Тишинку. Там проходит элитная барахолка, крытый балашиный рынок. Это находится рядом с метро Белорусская, полный адрес, Тишинская площадь, дом 1, корпус 1. А сам балашиный рынок будет проходить с 14 по 17 декабря. Так что время успеть купить подарки. Всем привет! Надеюсь, вы соскучились, потому что я была целый месяц в отпуске, но не оставила вас без интересного контента, поэтому заранее все сняла. А теперь я вернулась, и вот мы приехали на Тишинку. А также приглашаю всех в свой телеграм-канал для вас. Я там скинула бесплатный проходной на две персоны. Можете показывать экран и спокойно проходить бесплатно на Тишинку. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал, вдруг вам там что-нибудь понравится и найдете для себя что-то интересное. Ну а интересное на Тишинке я для вас постараюсь снять. Думаю, что будет много интересного. Хочется поймать новогоднее настроение, потому что мы месяц были в Сочи. Там, конечно, все украшено к Новому году, но сразу скажу, что новогоднее настроение там все равно не чувствовалось. Поэтому посмотрим, получится ли Тишинку нас удивить и поднять нам новогоднее настроение. Многие павильоны еще закрыты, но мы будем гулять долго. Надеюсь, большинство откроется. Друзья, дошли до внутри ретро. Вот Константин снова переехал. Да, 19А теперь у него место вот под синей крышей. Но у него всегда такая вот бордовая ткань, поэтому мимо не пройдете, это точно. И здесь я, кстати, вижу, у вас много новиночек. Новинки есть, да. Да, причем немало. Я вот сразу хочу спросить, правда, это вот интересная такая туфелька с пути розовая. Да, Франция, конец 19 века, 35 тысяч рублей она стоит. А, это прям туфелька на подушке, да? Стоит. Такое необычное исполнение, что в туфельке пути еще. Да, она причем тоже немаленькая. Размер у нее приличный. Здесь еще один пошмачок рядом. Это карандашка. Карандашница? Мне кажется, да. Да, вот там, видите, есть выемка интересная. И что нам еще понравилось? А, еще вот эти вот необычные ракушки. А они все разные? Это Австрия. Да. Я посмотрю. А, смотрите, они все разные. Майсы, комплект 50 тысяч. Да, 5 штук, 50 тысяч рублей. В форме ракушечки. И они все отличаются, да? Да. Смотрите, везде живопись. Везде она разная. Вот эта красивая земляника. Так, что еще интересного? Собаки интересные. Кудель. Собаки. Серый кудель у меня вот в этот раз появился. А он бисквитный, да, по-моему? Бисквитный, да. А он бисквитный, а это, видите, уже такая покрыта глазурью. Серый, очень красивый. А чей я? Сейчас скажу. Все подписывал. Кайзер. Кайзер. 20 век, да, это видел? Так, что еще новенького интересного? И снова тройка богемия, старенькая. Это роспись, да? Да, это роспись. Такая красочная, прям она. И вот такая троечка. Мэйсен тоже из безновидная. Тоже вот с птицей там. Вот эти тарелочки Мэйсен тоже новенькие. Мэйсен тарелочки я вижу. Да, ну и клоу, ну вот, надо показать. Вот дракона у нас перед ним. Так, что-то необычное. А, это Мэйсен тоже? Да, Мэйсен, и они при чем старые. Это конец 19 века. Да, с драконами. С драконами, да. В середине хазаны по борту идут драконы. А они отличаются размерами? Размером, да. Вот это 23, да, 23. Это тысяча рублей, не знаю, с нотиметром. Да, роспись у Мэйсена. Ну да, кстати, год у дракона хорошо. Лампа какая здесь огромная стоит, золотая. Продано написано, да? Уже, да. Не успели, но полюбуемся так. Я был уверен, что она уйдет. Ну да, такая царская. Она очень тяжелая, бронзовая. Да, интересная, огромная. Она тут хорошо смотрится так. Место у нее идеально подобрано. Каком позиции здесь, видите, новогодняя. Новогоднее настроение. Там что-то еще новенькое мы, по-моему, видели. Что-то мы видели. А вот этот вот набор внизу в коробке. Набор английский, да. В серебре. А это чей? Англия. Англия, да. Кофейник такой, посмотрите. В родной коробочке. Коробка родного. Это блюдо справа мы уже смотрели. Можете посмотреть прошлый обзор. А это умывальный набор. Да. В общем, даже интерьерная печь. Да. Комплект там продается, правильно? Да, да, да. Комплект 25, конечно. А чей он такой? Это Германия, вот прям такая середина-середина 20-го века. Смотрите, со всех сторон цветы. Все усыпано цветами. Очень симпатично тоже. А вот здесь вот я видела какие-то ананас вот кузнецовские, да? Да. А сколько стоит? Ананас стоит, 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 судон 35. А ананас мы еще не видели, кстати. Ну, он у меня на самом деле задержался. Да? В магазине у нас стоял. Да, тут, кстати, друзья, не весь товар представлен. У Константина есть магазин. Ой, блюдо какое красивое. Блюдо очень красивое. Да, это Германия. Где-то конец 19-го, начало 20-го. Там монограмма на обратной стороне. Ручная роспись. 20 тысяч человек стоит. 20 тысяч. А можно еще поближе посмотреть? Оно прямо... Да, просто у вас розовый образ. Сегодня лук такой розовый, да, очень красиво. И цвет приятный такой. Шикарная работа. Восхитительная. Здесь татуэтки. Вилочки серебряные, побержали, впрочем. Так, ух ты. Какая красота. Десертный или для закусок? Эльбунчик. Да. Или саллокка для сахара. А этот-то браслет? Вот этот браслет? Не браслет, а жерель. Причем это не жемчуг. Я вам сейчас покажу. Ну, давайте мы заодно посмотрим. Да. Вот такой у меня есть. Такой у меня есть. Сколько это на что? 7 тысяч рублей. Причем вот даже на ощупь, на звук, да, как жемчуг. И такие, ну, как сказать, подефекты. Здесь плавают. Не ровность. Здесь тарелочки с двумя дамами. Отличается портрет. Видите, здесь дама с бантами. У меня такая прическа. У меня такая прическа. А вот здесь... Я так полагаю, что коллекция из четырех. Да. Видите, здесь по бокам на медальонах. Разные портреты. Там барочные. Там барочные. Трухские барочные. Скорее всего, какая-то семья. И еще декантор. Графиня. Хрусталь. Серебро. Восьмисотая пропасть здесь. И хрусталь. Высота 22 сантиметра у него. Германия. Конец 19 века. Такой вот декантор. Здесь еще статуэтки. С дятлом. Кстати, лошади очень хорошего размера. Тарелки с фруктами немецкие. Вот эти парные вазы я уже снимала в обзоре. Обязательно переходите, смотрите старые обзоры. Потому что в новых видео делаем акцент только на новинках. Статуэтки с птицами. А это что такое за предмет интересный, Мейсон? Это солонка? Что это такое? А что такое? С секретом что-то? У меня это штрафная рюмка. Ага. Не поставщик. Да, да, да. С бабочками. Ага. А вообще это для чего? Не для камеры. На самом деле у нее должны быть какие-то подставки или подвес. А, то есть она куда-то должен оставляться? Вот она нам досталась вот такой вид. Бутоньерка такая. Ну да, она будет на разные мысли. Необычная. Я смотрю, Мейсон и вроде как, может, салонка какая. Ну да. Правда, штрафная рюмка. Интересно. Так, а здесь вот в туэтке все Мейсон или нет? Ну, это полки, да. Ага, и птицы тоже, да, Мейсон? И птицы, да. Угу. Такая вот полочка Мейсон. Майсон, Мейсон. А это черепашка. Мейсон, черепаха, яйца, да. Тоже Мейсон? Да, Мейсон. Да, Мейсон. Ух ты. 12 тысяч рублей. Какая правда, она вылупляется из яйца. Правда, очень милая. Прям милая, да. Правда, я ее даже не заметила вначале. Смотрите. 12 тысяч такая в Мейсон. Очень достойная цена, прям. Даже заниженная, я бы сказала. Не говори, я ее сейчас. Да, да, да. А эта полочка? А здесь Европа. Европа. Интересно. Спасибо большое. Было интересно, много новинок. Так, а в следующий раз где вы будете? Январин. В конце января. А на Блашинке вы будете? Да, было бы на Новокузнецкой и сразу сюда. И потом на Тишинку, да. Ну что ж, тогда с наступающим. Желаю вам хороших продаж. Всем подписчикам. Да. Удачно до следующего года. Приятных покупок. Ну, в общем, радуйте себя. Да, надо радоваться мелочам и радовать себя предметами. Красивыми окружать, чтобы поднимать настроение. Всё, хороших вам продаж. До свидания. Да, да. До свидания. Смотрите, какой осёл огромный. Здоровый, да? Как его сюда привезли? Здесь два далматинца таких огромных. Посмотрите. Какие. Они мне вот. Вот сюда. Да, огромный, шикарный. А осёл вообще роскошь. Не знаю, как его сюда вообще доставили. Смотрите, какой необычный предмет мы сегодня нашли. Такой мы не встречали. И я думаю, что вы тоже. Это икорница розенталь. Видите, у неё две ложечки. И вот так вот выезжает крышечка. А это серебро? Или это посеребрение просто? Посеребрение. А какая цена? 25. Такой предмет. Очень необычно, правда? Такой мы вообще не видели. Вот она стоит здесь на подставочке. Крышечка так не снимается. Только выезжает. Да, такой предмет. Ещё нужно постараться встретить. Ещё много здесь панно различных. Так, а это пепельница Мэйсон? Какой-то таракон. Да. Зелёный таракон. Серёный. Она сейчас должна быть популярна. Грозная, да? Пси. Лучшая. Грозная, где сочетание. Угу. Красивый предмет тоже. Для подарка, как идея. А здесь, смотрите, какой маленький поднос. Со сценой. Так, там есть клеймо. Ну, мне вот надо по-другому взять сейчас. Тишинройтер, да, немецкая. Принцесса. Принцесса, послесную. Угу. Какая-то принцесса. Кто из них принцесса, интересно? Не знаю. Интересный подносик. Будет массиво. Шумо. Троечка. Да, объём хороший. А вот здесь ещё. Что-то будет, буду слать. Смотрите. Ещё одно трио Мэйсон. Вот это вообще много слова, наверное, не реагировали. Нет, ну что-то с вами с драконом. Тоже с драконом? Или это не дракон? Или у меня уже... Это цветок. Да, ну правда, похоже очень на дракон. Я даже и не поняла, что это не дракон. Вот так воображение играет. Ну, просто на чашечке похож на дракона. Мэйсон. Трио. Посмотрите, какая лампа Тиффани интересная. Форма необычная. Такую форму тоже я не видела. Вот эти панно очень красивые. Видите, они в разные стороны смотрят. Красиво их рядом повесить. Необычно. А снова дракон. Пробую угадать. За что это не задумываешься? Розенталь? Видела когда-то продавили? Нет, Розенталь. Смотрите, Хэнд Мэлори, ручная роспись. Ничего, видимо, такая. Там, видите, тоже Розенталь. Обалдеть. Никогда не менял такой. Правда, тоже редкие предметы от Розенталя. И чаши. А сколько такие стоят? С драконами? Комплект 15 тысяч. Комплект 15 тысяч. Очень редко для Розенталя вообще. Тоже примерно 30 тысяч. Два декоративных блюда живопись. Больших. Панно. Сервис кофейный Мэйсен. Мэйсен, да, с вазочкой. Еще розеточки. И розеточки. Вполне возможно, да. Думаю, комплектом все. Тоже Мэйсен-сервис. Видите, все цветы отличаются на чашечках. Вот здесь такой большой красивый чайник. Носик в форме дракона. Здесь крокус. Весенние цветы. Очень красиво. И вот эта ваза мне тоже понравилась. У нас наподобие вазочка есть. Это линднер, да, немецкая. А сколько такая ваза? 15. 15. У нас с таким декором только Беллерой и Бох. Очень похоже. Я подумала, что даже это, возможно, такая же и есть. И я вам покажу. Селена. 29А. Под синей крышей. Один из плейсов. Здесь еще очень много статуэток с птицами. Ты хочешь. Никогда тебя еще нечаянно. Нечаянно тебя заполадут. Не только тебе, но и тебе. И тебе. И тебе. Смотрите, какой интересный. Это кепельница. Посмотрите, какой шикарный стол с предметами Кузнецова. Помните, я по частям находила вот этого голубя. В одном месте видела целый верх, в другом месте целый низ, а вот здесь целиком. Такой вот голубь, паштетница, Кузнецов. Такой интересный предмет. Вот чайные пары Кузнецов. Какая-то пара есть, сахарница. Фабрика Кузнецов новая. Вон там к паре Кузнецова есть молочник. И календарь, видите? А календарь почем? 10 тысяч в гости. Ага, по 10 тысяч. Выставлена сегодняшняя дата. А это тоже Кузнецов? Это как флакон? Это песклейбан, но это кузнецовская форма. Возможно, это первый год с сайской области. Флакон такой, посмотрите, шикарный. И здесь еще пары Кузнецов. Все в прекрасном состоянии. Вот такая золотая, посмотрите. С цветами, с ромашками. А вот такая пара сколько? Розовая, которая с голуба? 15 тысяч. А вот такой голубь? Голубь 18. 18. Тоже Кузнецов, да? Спасибо. Шикарный столовый комплект. Да, действительно. Кузнецовский столовый комплект. Ну, подобный, встречается, да? Как в школе еще. Да, такой кофейник маленький. Ну, да, чайник какой-то, вешение, что-то. Кристиан Фишер написано. Кристиан Фишер? Написано, да, Кристиан Фишер. Кристиан большой. Кристиан. 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 Ну, не понимаю, что-то написано. Симпатичный очень такой. С ромашками. Курзнецовский столовый комплект. Симпатичный. Пару Кузнецов. Симпатичный. Гарднер тоже. И братья Корнилова в кабинете там с голубым внутри. Ой, какая красивая братья Корнилова. а мне все нравится вот этот вот комплект вилка и нож с фарфоровой ручкой а Субтитры создавал DimaTorzok